Добрый день, уважаемые члены комиссии Саратовской областной думы по контролю достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущества характера, представляем депутатами Саратовской областной думы, присутствующие, приступаем к работе. Сегодня проводится открытое заседание комиссии, на котором информируется общественность о результатах проверки, проведенной в отношении депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича и решения, по которым принято наседание комиссии 11 февраля 2022 года. Уважаемые члены комиссии и присутствующие на заседании комиссии, сообщаем, что 11 января 2022 года в Саратовскую областную думу поступило письмо прокуратуры Саратовской области, в котором содержится информация о выявленных нарушениях депутатам Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевичем, установленных законом ограничения. Комиссия, поступившая в комиссии информации прокуратуры Саратовской области о нарушениях Бондаренко Николая Николаевича, явилась основанием для проведения проверки в отношении депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича. Комиссия провела проверки, основываясь на документах, представленных в полном объеме государственными органами и публичным акционерным обществом Сбербанк. Комиссии проанализированы представлены Бондаренко Николая Николаевича в справке о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущества характера и о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущества характера его супруги за 2020 год, а также сопоставлены с поступившими документами на запрос комиссии и доводами, изложенными представителем прокуратуры Саратовской области на заседание комиссии. В результате было установлено, что в справках не указаны сведения о договорах беспроцентного займа, то есть сведения о срочных обязательствах финансового характера. При осуществлении проверки установлено, что супруга Бондаренко Николая Николаевича давала в долг денежные средства, в том числе превышающие сумму 500 тысяч рублей. Общая сограниченная ответственность Химинвест, директором и единственным учредителем, который является ее супруг Бондаренко Николай Николаевич, в дальнейшем денежные средства возвращались ей на банковский счет. Аналогичные договоры беспроцентного займа заключены в 2020 году учредителем Общества граничной ответственности Химинвест Бондаренко Николая Николаевича с директором Общества граничной ответственности Химинвест Бондаренко Николай Николаевичем. Однако подтверждение перечисления им денежных средств на расчетный счет ООО Химинвест и возвраты ему займов отсутствует. На официальном сайте Саратовской областной думы размещена информация о доходах Бондаренко Николаевича и его супруге за период с 2017-2020 годов. В соответствии со справкой о доходах, расходах об имуществе и обязательных имуществах характера, Бондаренко Николай Николаевич задекларировал следующий доход. За 2017 год 57 810 рублей, за 2018 год 275 000 рублей, за 2019 год 2679 896 рублей 37 копеек, за 2020 год 5 942 813 рублей 87 копеек, за 2019 год поправлюсь 2 679 896 рублей 37 копеек. А декларированный годовой доход его супруги составлял за 2017 год 0 рублей, за 2018 год 0 рублей, за 2019 год 40 рублей 7 копеек, за 2020 год 44 рубля 88 копеек. В справках о доходах, расходах об имуществе и обязательных имуществах характера Бондаренко Николаевича и его супруга за 2020 год, сведения о договорах беспроцентного займа, то есть срочных обязательствах финансового характера не указаны. По результатам анализа, полученной в ходе проведения проверки информации и обсуждения 11 февраля 2022 года, комиссия установила, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательных имуществах характера, представленные депутатом Саратовской областной думы Бондаренко Николай Николаевичем за 2020 год, являются заведомо неполными. Также комиссия проанализирована информация об осуществлении Бондаренко Николаевича деятельности видеохостинга YouTube по размещению видеороликов о своей депутатской деятельности, на котором он призывает физических и юридических лиц финансово поддерживать свои каналы. Дневник депутата убежища оппозиции Бондаренко Лаев путем перевода средств на его банковскую карту Бондаренко Николаевич в справке о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательных имуществах характера за 2020 год указал денежные средства, полученные в качестве пожертвований в размере более 400 тысяч рублей. Однако не указано, кем и по какому назначению они должны быть использованы. По представленным комиссиям документов из Федеральной налоговой службы России по Саратовской области и Публичного акционерного общества Сбербанк, на счет которым привязана карта Бондаренко Николая Николаевича для пожертвований, в 2020 году поступило более 3 миллионов рублей. В том числе внесено наличными и безналичными переводами с указанием конкретных физических лиц, а за два года 2020 и 2021 года сумма поступивших на счет Бондаренко Николая Николаевича в денежные средства превышает 8 миллионов рублей. При анализе движения по этой карте подтверждается, что поступление на банковскую карту не является пожертвованием, поскольку отсутствует целевое назначение перечисляемых средств, а также расходуются денежные средства на личные нужды депутата, магазины, такси, посещение ресторанов и кулинарий, аптеки и другое, то есть является подарками. Однако, статья 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года за номером 273 о противодействии коррупции содержит запрет на получение денежных вознаграждений, подарков лицом, замещающих государственную должность, в том числе депутатами, министрами, членами правительства и т.п. Проверки в отношении депутатов Саратовской областной думы Бондаренко Николаевича проведены беспристрастно в цироком соответствии с федеральным законом от 6 октября 1999 года за номером 184 об общих принципах организации законодательных представителей и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Принимаемой комиссией решений нельзя отнести к разряду политических решений. Комиссия проводит проверку в отношении депутатов Саратовской областной думы независимо от их партийной принадлежности, взглядов и убеждений, а также не ведет борьбу с оппозиционными депутатами Саратовской областной думы. По результатам обсуждения, с целью выбора меры ответственности, а также с учетом неоднократного совершения Бондаренко Николаевича нарушения законодательства о противодействии коррупции, информация о которых размещена на официальных сайтах Саратовской областной думы, комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николаевича. Указанное решение направляется в Совет областной думы для включения соответствующего вопроса в проект повестки дня заседания областной думы и подготовки проекта восстановления областной думы. Асей Васильевич, сколько я денег получил в качестве донатов, вы не назвали сумму, вы сказали, что получал, что использовал, а сумму не назвали. Николай Николаевич, я назвал ровно столько, сколько было определено комиссии. Донаты это, не донаты или еще что-либо. Это же конкретный факт нарушение законов, Асей Васильевич. Сколько я получил в качестве донатов, вы не сказали сумму. Еще раз, я вам зачитал то, что было определено. Что ко мне пришло на карту день, который я декларирую, вы это сказали. А донатов сколько получили? Уважаемый член комиссии, у нас заседание закручено. Можно еще вопрос? Все, спасибо. Отличное обсуждение. Это заседание комиссии, где должна обсуждаться, задаваться вопрос, задаваться разъяснение. И в конечном итоге Антона, по идее, на Россию бежит в стране, бежит от правды. Потому что это первый случай, Алексей Васильевич, который вы сейчас запустили. Вот это, вы камеру не трогайте, вы что делаете-то? Алексей Васильевич, это позорище, это судилище. Личная ваша месть, вас и прокуратура. Александр Васильевич, ну ладно, пусть бежит, пусть бежит. Уважаемые коллеги, послушайте, правду, которую не захотел слышать господин Антонов, правду, которую вы знаете прекрасно, что 1 февраля 2022 года господин Антонов на заседании комиссии приняли сроки 10 дней на то, чтобы я, якобы мог предоставить доказательство и невиновность. Я на заседании комиссии говорил, что это срок, который неприемлемый, я просто не успею сделать запросы в Google, в Химудвест, я давно не работаю, чтобы вам предоставить фактуру. Давайте сделаем ну хотя бы 35 дней, если бы не хватало 45 дней. Но, соответственно, знак протеста покинул от заседании комиссии, потому что никто там не собирался рассматривать наши аргументы. в результате приняли 3 на 10 дней, но даже об этих 10 днях меня не проинформировали. Антонов сказал, что я уклонялся от получения. Я 21 февраля получил письмо на почте, где мне, соответственно, сказали прийти ознакомиться. Я прихожу, а все руки подняли, говорят, ну вам ничего уже не покажут, там уже даже решение принято. Я говорю, ну вы же мне по почте направили, сказали письмо. Собственно, я говорил, что 60 дней дается законом, до 90 дней может продлеваться проверка. Зачем вы так торопитесь? Вы не хотите объективно рассматривать? Вы не хотите, чтобы я доказательства своей невиновности предоставил? По-видимому, главная цель была в этом. Что касается ситуации, что я якобы получаю доход для доната с Ютуба, почему не назвали цифру? Ну блин, ну все просто сказали, 200 рублей или 200 тысяч, или 200 миллионов, сказали, что донат получил столько. Антон сказал сумму, которую я задеговорировал, с которой я платил налоги, но вы меня простите, но это за предыдущий отчетный период. То есть здесь, в данном случае, идет обратное действие закона, которая запрещена Конституцией. Если они в октябре, в сентябре 21 года приняли изменение в закон на статусе депутата, за который теперь, по которому теперь лишают мандата за получение гонораров, то судят меня за 20-й год, когда этой меры не было. Человек должен поднимать ответственность, и в этом случае будет справедливое решение по нему вынесено. Здесь же разную через 20-й год, что якобы мне какие-то донаты кто-то перечислял, хотя сумму об этом не сказали, потому что у них нет этих данных. То, что это глупо, исполняющее, я давным-давно к этой деятельности юридически никакого отношения не имею. Что касается им инвеста, вообще яйца вытянула не стоит, эти обязательства давным-давно закрыты. И по законодательству не должны предоставляться, если до конца года обязательства закрываются. Ну, соответственно, сегодня Единая Россия с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которым теперь депутаты, работающие на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете. Причем, как практика показала, не всегда эта деятельность должна быть доказана, и аргументы, в принципе, не нужны. А если у депутатов будет желание предоставить свои аргументы, будет вынесен срок там в 3-5 дней, как предлагали для комиссии первоначально, соответственно, чтобы депутат просто не смог ничего сделать. И это самая настоящая политическая расправа.